СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Всем встать! Суд идет! Прошу садиться. Рассматривается уголовное дело по обвинению Ускова Елены Николаевны в совершении преступления, предусмотренного пунктом В, части 2, статьи 115 УК «Умышленное убийство». Жертва супруг, обвиняемый Усков Роман Яковлевич. Предварительное слушание объявляю открытым. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе утро, Соня. Вообще-то я Лена. Точно. Прости. Все время забываем. Тебя где полночи носила? Ты любовницу завел? О, да. 19 лет. Модель. Хочешь, чтобы я увез ее в Париж? Корыстная нынче любовница пошла. И не говори. Поэтому я ее убил и пошел пить виски с приятелем. Тело спрятал? Ну, конечно. А что за приятель? Витька Антонов. Мой одногруппник. Ты про него не рассказывал. А зачем? На один день приехал в командировку, а уже уехал. Рома, а ты квартал успел закрыть? Эммм... Не совсем. Послушай, отец выйдет из больницы, он уволит нас обоих. Перестань, не уволит. Я сегодня все закончу. Обещаю. Лена, честное слово. Сейчас, секунду. Подожди. Из больницы. Эмм... Алло. Слава Богу. А к нему можно? Спасибо, да. Приеду. Пришел в себя. Я к нему. Давай. Я вечером после работы заскочу. Хорошо. Все уже хорошо. Ты уже поправляешься. Давай, прекращай здесь прохлаждаться, пора к делам возвращаться. Рома всю фирму развалит. Он вообще не справляется. Пока ты там, не развалит. Главное, не продавай ее. Когда я уйду. Что ты такое говоришь? Что ты такое говоришь? Это моя первая просьба. Есть еще одна. Там блокнот. В нем листок. Достань его. Что это? Адрес Наташи. Так, пап, прекрати. Ты никуда не уйдешь. Ты меня слышишь? Я очень виноват перед ней. Деньги – это пыль. Из-за них не стоит отказываться от близких людей. Найди ее, пожалуйста. Она все-таки твоя сестра. Обещаешь? Обещаю. Ну, вот и хорошо. Привет. Привет. Любимый, как самочувствие? Коль. Пап. Коля. Пап, ты меня слышишь? Пап. Папа! Мама! Я врача позову. Папочка! Доктор! Ты чего? Пап. 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 Я понимаю, что сейчас не самое подходящее время для деловых разговоров, но такова была воля Николая Антоновича. Я, Полежаев Николай Антонович, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение. 95% принадлежащих мне акций компании «Строймаркет» я завещаю своей дочери, Усковой Елене Николаевне. Ей же отходит жилой дом по адресу Малая Садовая, 23. Своей супруге Полежаевой, Варваре Юрьевне, я завещаю 5% акций компании «Строймаркет». Ей же отходит мой парк автомобилей в количестве трех штук. Своей старшей дочери, Траненко Наталье Николаевне, я оставляю банковский депозит на сумму 40 тысяч долларов США. Текст завещания записан с моих слов и прочитан мною лично в присутствии нотариуса. Еще раз приношу вам свои искренние соболезнования. Спасибо. Пойдемте, я вас провожу. Да. Не волнуйся, я прямо сейчас соберу свои вещи и перееду на свою квартиру. А что могло быть по-другому? Если тебе понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти. Не сложились у тебя отношения с мачехой? Не важно. Главное, что ее любил отец. А она его? Не знаю. Деньги его она точно любила. Лена, ты не могла бы мне помочь билет на поезд заказать? А то я в этих компьютерах, ну, совсем ничего не понимаю. А в город ехать сейчас в очереди, в кассу стоять, у меня просто сил нет. Ты не волнуйся, у меня деньги есть. За это я волнуюсь меньше всего. Наташа. А может быть, ты у нас останешься? Да нет, ну что ты, спасибо. Хотя мне-то спешить некуда. С работы уволилась перед самым отъездом. А где работала? Да где я только не работала. Сказать стыдно. А к нам на фирму пойдешь? Я? Кем? Я же не училась нигде. Сначала моим помощником, потом что-нибудь поинтереснее придумаю. И жить здесь можешь. Дом большой. Да нет, ну что ты. Зачем вам такая обуза? Я лучше домой. Наташа. Ну, хорошо. Спасибо. 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 Папина просьба. Папина просьба. Просто она моя сестра. Ладно, как скажешь. Постараюсь к ней привыкнуть. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Наш гендиректор сегодня разоспался. Ром, наш гендиректор даже во сне переживает за судьбу компании. Лен, иди к нам завтракать. Доброе утро. Ну, все, вам приятного аппетита, а я побежал. А ты куда? Сначала в банк. Потом в департамент градостроительной политики. А что? Ты про банк ничего не говорила. А как мы добираться будем? У меня машина в ремонте. Сок? Да, прости. Забыл предупредить. Возьмите такси. Спасибо за совет. Лен. Что, Лен? Отвези нас сначала, а потом езжай по делам. У тебя же не горит в банке. Ну, вообще-то горит. Я не понимаю, да в чем проблема? Ну, хочешь, я закажу тебе машину, если ты не можешь? Ребята, ну, не ссорьтесь. Давайте я закажу такси. Закажи лучше психолога на дом. Пусть научит кое-кого держать себя в руках. И не раздувать из мухи слона. Лен, ну, зря ты так. С мужчинами нужно нежно, ласково. Чтобы они на голову тебе сели? Он же опять что-то напортачил в документах. Знаешь, я часто думаю, вот если б моя мама не была такой вспыльчивой и агрессивной, может, папа никогда бы и не ушел от нас. Я звоню в такси? Опоздаем. Секунду. Спасибо. Погодите. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Прощение за задержку. Здравствуйте. Угу. Хорошо. Начнем? А где наш новый юрист? Ой, простите, я уже здесь. Всем доброе утро. Простите за опоздание. Первый день начинаете с опоздания? Ой, да там такая история нелепая. У нас нет времени на нелепые истории. Включайтесь в работу, будьте добры. Итак, начнем с исков, которые нам необходимо отклонить. У кого какие предложения? А как вам мои соображения, которые он на почту выслал? Когда? Полтора часа назад. Я еще не видела. Странно. А мне говорили, что вы по утрам первым делом в руки планшет берете, а не зубную щетку. Итак, иск от 28 августа от Тетерина Александра Александровича. Да-да. Борис Борисович. Здравствуйте, Роман Андреевич. Проходите. Здравствуйте. Благодарю. Присаживайтесь. Здравствуйте. С огнем играете, Роман Андреевич? Борис Борисович, извините нас за задержку. Скажите, когда я обещал вам выиграть самый крупный за последние десять лет городской тендер, я сделал все вовремя? Да, и мы очень благодарны вам. Так вот, я получил только половину благодарности. Да, я уверяю вас, мы делаем все возможное. Скажите, как вы думаете, я могу отозвать половину помощи? Правильно? Нет. Но я могу аннулировать тендер. Борис Борисович, я обещаю вам, мы переведем вам оставшуюся сумму. Просто сейчас все деньги в обороте. Вы переведете оставшуюся сумму ровно через неделю. Плюс десять процентов от начальных. Но ведь это, это единственный способ сохранить вашу фирму на плаву. Леночка, вот водичка. Спасибо. А ты Филенко вызвала? Кого? А, этот, я вызвала. Сейчас придет. Ой, простите. Вот, пожалуйста. Вызывали? Присаживайтесь, Сергей Викторович. Знаете, почему я не люблю брать людей по рекомендации знакомых? Понятия не имею. Потому что вместо того, чтобы заниматься исками, я сижу и думаю, как мне вас уволить, чтобы не было неудобно перед однокурсником? Ну, так не увольняйте. Я ознакомилась с вашими предложениями. Вынуждена признать, они достаточно перспективные. Но давайте мы с вами расставим точки над «и». Я терпеть не могу ни пунктуальность, ни фривольность в поведении. Простите, я обычно не опаздываю, у меня был форс-мажор. Перепутал права, вместо наших швейцарские взял, а полицейские… Помимо непунктуальности, в главе контракта о правах и обязанностях сотрудников есть пункт о внешнем виде. Перечитайте внимательно. Вы свободны. Слушаюсь. Да, компания «Строймаркет». Чем я могу помочь? Заключаем что? Виктор Андреевич, что такое ДДУ? Договор долевого участия. Скажите, заключаем? Спасибо. Да, мы заключаем ДДУ. Страховать жилье при оформлении ипотеки… Я не знаю, сейчас… Добрый день. Виктор Подгорный, заместитель финансового и директора компании. Страхование является обязательным условием при оформлении… Елене Николаевне. …ипотеки. Да-да, я переключу вас на отдел страхования. Ох, лепота! Ой, извините, пожалуйста. Я такая неловкая. Все, я здесь. Вероника, у тебя нет знакомого киллера? В смысле? Предлагаю скинуться и заказать эту бестолковую Наташу. Все равно от нее пользы ноль. Виктор Андреевич, посадят ведь. А я на суде расскажу, как дело было, оправдают. Она не может элементарных вещей запомнить. Елена ей все прощает, а вот Серега пять минут опоздал, такой разнос получил. А эта курица вечно выходит сухой из воды. Прошу. Гусь. Не понял. Гусь выходит сухим из воды. Курицу туда вообще не полезет. Полезная информация. Сергей, угощайтесь конфеткой. Вкусно? Спасибо. А я хотела извиниться. За что? За кого? За Лену. За Елену Николаевну. Вы не подумайте, она не всегда такая. Просто на нее столько навалилось в последнее время. Смерть отца. Фирма эта. Да и вообще как-то у нас утро сегодня не заладилось. А у вас вот как раз первый рабочий день. Кстати, с первым днем вас. Спасибо. Смотрите еще. Я, пожалуй, пойду. Слушай, хороший мужик. Чего ты на него оболчилась? Для профилактики. Что случилось? У тебя зум болит? У меня пломба выпала, а туда сладкая попала. Сходи к Варе. Ты же ее терпеть не можешь. Ну, я же к ней не иду, я тебя отправляю. Стоматолог, она хороший. Ну, можете закрывать? Я смотрю, вы к стоматологам особо не ходите. Что, все так плохо? Почему? Восстановим вашу пломбу и сможете забыть о донтистах еще лет на десять. Слушаю. Да, хорошо. Сейчас подойду. Простите, я на минутку. Ух ты. Здравия желаю. Вам просили передать. Бесподобный букет. А у вас появился поклонник, Варвара Юрьевна? Может, кто-то из пациентов? Спасибо. Видимо, за прекрасные зумы. От кого букет? Не могу знать. Вы бывший военный? Так точно. Майор в отставке. Спасибо вам, товарищ майор. Всего доброго. Слушай, так приятно. Поставь где-то на видное место. Конечно, Варвара Юрьевна. У тебя талант рассказывать, анекдоты. Это да. Но мне бы еще освоить вот эти ваши кадастры, фьючерсные контракты и дыду. Я никогда это не освою. Как ты смешно это говоришь. Все ты освоишь. Просто надо, чтобы время прошло. Зато ты улыбаешься. Это прекрасно. А то я уж боялась, что ты разучилась. Ой. Наташа, спасибо тебе. За что? За то, что ты у меня есть. Правда, когда мы увиделись после смерти папы, честно говоря, я не думала, что ты будешь для меня такой, такой моей. Ленусь. Да это ты в меня. Просто подарок судьбы. А ты представляешь, пятнадцать лет назад я была уверена, что ты меня ненавидишь. Еще раз об этом вспомнишь, я тебя укушу. Поняла? Правда, я и не знаю, что бы я делала, если бы тебя не было рядом. Да не преувеличивай. У тебя же Ромка есть, такой замечательный. Сколько лет вы уже вместе? Столько не живут. Слушай, мне кажется, мы так устали друг от друга. Да не выдумывай. Ну, правда. Страсть со временем куда-то ушла, все интересы замкнулись на работе. Еще ссоримся постоянно. Да, да это у всех бывает. Но такие, как вы, ну, которые умные, с этим справляются. Надо только чуть-чуть постараться. Чуть-чуть? Хорошо. Так. Что мы будем сегодня готовить на ужин? Ленусь. А сегодня без меня, ладно? Да. Что случилось? Да ну, я просто сегодня встречаюсь с одним человеком. Так, я хочу подробностей, кто он, откуда. Перестань. Ну, слушай, давай потом. Ну, вот если это все будет иметь продолжение, я тебе расскажу. Ах, ты конспираторша. Слушай, Лен, а ты устрой сегодня романтический ужин. Ну, вот прям, чтоб свечи, платье в пол, а? Хорошо. Да. Правда? Ты уговорила, да. Класс! Ну все, поехали. Ну все, поехали. Оставьте сообщение. На следующий момент, уважаемый абонент, не доступен. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ничего. Просто ты мой муж и это наш дом Ну и? Я разве под домашним арестом? Знаешь, Ром, ты мог бы предупреждать, когда задерживаешься, если не хочешь говорить где Лен, ну где я еще мог быть? Зашел в кафе выпить кофе, открыл ноут, заработался Так заработался, что не отвечал на мои звонки? У меня телефон разрядился В чем проблема? Ни в чем Ром, от тебя духами пахнет Что? Ничего от меня не пахнет Что тебе уже мерещится? Мне не мерещится, Рома От тебя пахнет духами, женскими Что, в кафе было так тесно, что все сидели, прижавшись друг к другу? Эй, ради бога, прекрати, ну что ты выдумываешь, Лен? Все, я наелся Спокойной ночи Здравствуйте! Ой, здравствуйте! Доброе утро! Здрасте! Доброе утро! Ленусь, твой кофе Доброе утро, Сергей Викторович! Скажите, а почему вы с документами на крыше? Ну, вы же сами просили провести ревизию прошлых сделок Я провожу Да, но не здесь же Лена, чего ты? Не вмешивайся Или вы хотите, чтобы они разлетелись и вы собирали их у ног прохожих? Юрина Николаевна, а вы не заметили, что я в ущерб своему законному перерыву на кофе продолжаю работать, потому что работы слишком много А в вашей Швейцарии у вас работы было меньше? Нет, не меньше Но было спокойнее Потому что управляющей компанией было намного уравновешеннее И, кстати, компания была раза в три больше вашей Сергей Викторович! Да Прекратите мне хамить! Я ведь не многого прошу всего лишь соблюдать правила компании А ваш внешний вид до сих пор мне соответствует Это все? В смысле? Ну, у вас больше нет вопросов, которые не касаются юриспруденции Или тема не исчерпана? Знаете, Сергей Викторович, мы с вами не сработаемся Лен! Лен, а кофе? Лен! 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 Ты себя хорошо чувствуешь? Может, чаю? Чувствую себя фигула! Что с этим делать, не знаю Чаю не надо Может, надо к врачу какому пойти? К невропатологу? Может Да Хорошо, Рома, я сейчас к тебе зайду Лен Лена Чего ты меня звал? Проходи Садись Посмотри презентацию У них есть очень интересные идеи Держи Да Да, Алексей Сергеевич Перенести? Ну, честно говоря, не очень бы хотелось А, понятно А на какое время? Через полчаса? Хорошо, договорились Васнецов звонил, хочет перенести встречу Он срочно вылетает на Кипр Ты смотри, а вечером дома обсудим Хорошо? Все, давай Ну, а ты только ушел, а я уже по тебе скучаю Сколько можно встречаться вот так на бегу, а? А я хочу, чтобы ты был только моим Слышишь? Подожди, кто-то пришел, я перезвоню Где он? Кто? Где он, я тебя спрашиваю? Значит так, сучка Если ты еще раз подойдешь к моему мужу Я придушу тебя собственными руками Ты меня услышала? Лена, ты с ума сошла Я с ума сошла То есть ты сначала женила на себе моего папу А теперь решила мужа прихватить? Убери свой грязный хвост с моего двора Иначе я от тебя места мокрого не оставлю Ты меня поняла ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Иди, посмотри. Вы не могли бы, точнее, сказать, где друг вашего мужа? Или вы нас разыгрываете? Он, он, он же здесь был. Я его видела в кранике. Что здесь происходит? Лен, что случилось? Весь в крови лежал. Я тебя видела здесь. Что? Извините, что здесь происходит? Вы давно в доме? Ну, пару часов примерно, а что? Так вы муж? Да, да, я ее муж. Значит, все в порядке? Ну, видимо, здесь какое-то недоразумение. Простите, ради Бога. Просто она недавно похоронила отца. И на работе проблемы, и перетомилась. И поэтому… Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за ложный вызов полиции. Ради Бога. Простите еще раз. Извините. Уголовный кодекс. До свидания. До свидания. До свидания. Лена, что это было? Ты, сволочь! Эй! А, ты, тварь! А, ты что с ума сошла? Ты что с ума сошла? Я не сошла! У меня даже контактов нет! Я не сошла! Ты все удалил! Что я удалил? Что? Какую переписку я удалил? Что удалил? Когда удалил? Когда валялся здесь мертвый весь в крови? Что за… Мама… Принесла… Все. Все-все-все-все-все. Ты просто приутомилась немного. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Тебе нужно просто немножко отдохнуть. Просто немножко отдохнуть. Олег Андреевич. Ага. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Роман Алексеевич, скажите, а вы давно заметили у Елены Николаевны проблемы с психикой? Да, честно говоря, вообще никаких проблем никогда не было. Я всегда говорил, что ее голова работает как часы, а тут такая история. Как вы думаете, что это с ней? Это лечится? Я заканчиво сказать не могу. Мне надо с ней поговорить. Возможно, встретиться с ней несколько раз. И с вами тоже. Хорошо. Пожалуйста, помогите нам. Просто Лена так любит доверять своему четкому аналитическому мышлению, что она не сможет быть больной. Она этого не выдержит. Так что, если есть какие-то лекарства, чтобы она как можно быстрее пришла в себя, Олег Андреевич, я заплачу любые деньги. Человеческий мозг – очень сложный механизм. Пообещать сразу ничего не могу. Пожалуйста, проходите. Я абсолютно точно помню, что он лежал весь в крови на полу. Это было. Что, у меня проблемы? Я схожу с ума? Ну, зачем же так? Вы просто переутомились. Предыдущий врач назначил вам лекарство. Вы его принимали? Да, регулярно. И как вы в последние дни себя чувствовали? Не было ли раздражительности, агрессии? Ну, как сказать? Ваш муж сказал, что в последние дни между вами были ссоры. Были. Скажите, а вы считаете, что мои галлюцинации – это следствие стресса? Ага. Знаете что, я вам сейчас выпишу более сильное лекарство и попрошу несколько суток из дому не выходить. Вам нужен покой. Спасибо. Лен, доктор сказал, ничего страшного, ты скоро поправишься. Только он понятия не имеет, что со мной происходит. Ты что, подслушивала? И подсматривала. Это мой дом, и не надо меня в нем обманывать, хорошо? Лен, ну кто тебя обманывает? Он ничего внятного не сказал. Ну, не знает он, что с тобой происходит. Ничего, найдем другого врача. Наташа, хватит меня успокаивать. И другого врача не надо. Лен, хочешь, я с тобой сегодня побуду, а? Нет. Поезжайте оба на работу. Я найду чем заняться. Я пойду поплаваю, книжку в конце концов почитаю. Сто лет этого уже не делала. Точно? Ну, хорошо. Не скучай. Удачи. Наталья, добрый день. А где Елена Николаевна? Мне нужно документы подписать. А ее сегодня не будет. Весь день? Угу. Она немножко приболела. Виктор Андреевич, как думаете, можно закрыть договор без подписи Усковой? Нет, старик. Это только с ней. Хорошо плавайте. Вы… Вы что здесь делаете? Извините за вторжение, но тут документы. Нужен ваш автограф. Я, конечно, в курсе, что вы приболели. Но без вас никак. Мы вам звонили. Не раз. Вы трубку не берете. Я телефон отключила? Угу. Давайте. В костюме вам гораздо лучше. Спасибо. Еще бы ботинки другого тона. А носки? Как? По цвету подходят? Что, простите? И прическу. Одобрите, а то я нервничаю. Вы в своем уме? Вы понимаете, с кем вы разговариваете? Я понимаю. Просто меня достала уже ваша высокомерие. Если вашим сотрудникам нравится такое обращение, то я его терпеть не собираюсь. Я напишу заявление и вы его сейчас подпишете, чтобы не ездить два раза. Да что вы смеетесь? Простите. Извините, ради Бога. Это нервное, это… Да вы тоже. Извините, я подключился. Я не должен был вас оскорблять. Но напишу заявление. Извините. Вы что, из-за меня, что ли? Просто отец всегда учил меня жить по правилам, а в последнее время я плохо себя контролирую. И очень не люблю это состояние. Да кто ж любит-то? Главное успокойтесь. Давайте я за водой сбегаю. Где у вас кухня? Нет, все хорошо. Я в порядке. Просто после смерти отца столько всего навалилось. И мне сложно со всем справляться. Я вас понимаю. Спасибо. У меня тоже так было. В смысле? Ну, когда жена ушла, я тоже бросался на всех. Ушла? Я… Попала в автокатастрофу. Несколько месяцев пролежала в коме, а потом… Знаете, на самом деле, из комы выходит намного реже, чем показывают кино. Простите меня. Я не знала про вашу жену. Ничего. Скажите, я могу в качестве извинения напоить вас чаем? Да, мне в принципе на работу. А я знакома с гендиректором. Смогу замолвить за вас словечко. Понимаешь… Музыка ТИНСКИ ВОСТОРТ СТУАЦИИ ВОСТОРТ ВОСТОРТ ОПЛОСКОВА ВОСТОРТ ОПЛОСКОВА Поздравляю. Поздравляю. Забыла. Сегодня годовщина нашей свадьбы. Ну, ничего страшного. С такими событиями было бы странно, если бы ты об этом помнила. Ну, теперь все. Больше никаких потрясений. Курьер из аптеки приезжал? Да. Приезжал, лекарства привез, я все выпила. Честно. Вот и умничка. Ну что, устроим сегодня праздник? Я заехал в ресторан, купил всяких вкусностей. А где Наташа? Ускакала в салон красоты. У нее там свидание какое-то. Так что сегодня мы гуляем. Я еще соседей пригласил, которые справа. Они недавно переехали. Посидим с ними, отметим. Так мы же не знакомы. Ну, вот и познакомимся. Гости придут уже через час. Как через час? Я не готова. Лена, если тебе не нравится эта идея, я могу все отменить. Просто я не хочу, чтобы ты замыкалась в себе. Поэтому я и пригласил людей. Но, если ты против, то… Беги в душу. Мы все успеем. Хорошо. Еще раз с праздником. Лен, у нас все готово? Это, видимо, уже наши соседи пришли. Здравствуйте. 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 Проходите. Спасибо большое. Спасибо большое. Это моя жена, Олеся. Очень приятно, Олеся. Очень приятно. Любимый мой, я так соскучилась. Не знаю, как смогу прожить без тебя этот вечер. Целую тысячу раз твоя Варюша. Любила гараж. Приехали? А, да-да-да. Все хорошо. Все замечательно. Хорошо. Слава Богу, что у вас нам все решено. Пойдемте. Пойдемте тогда уже. Будем знакомиться. Лен, знакомься. Наши соседи. Валентин, Олеся. Валентин, Олеся, знакомьтесь. Моя любимая жена, Лена. Очень приятно. Мне снова показалось, любимый, ты спишь с этой тварью за моей спиной? Или мне снова причудилось? Что, прости? Ну… Мы, наверное, не вовремя. Давай, скажи, что мне показалось. Лен, перестань. Неудобно. А кувыркаться в постели с моей мачехой тебе удобно? Мы, наверное, пойдем. До свидания. Да. До свидания. Извините ради Бога. Лена, у тебя проблемы. У меня проблемы. Проблемы сейчас будут у тебя. Ну и что случилось на этот раз? Эта сволочь пишет тебе сообщение, шлет фотографии, а ты у меня спрашиваешь, что случилось? Ты опять за свое. Слушай, мне теперь понятно, где ты проводишь свои вечера и с какими однокурсниками ты встречаешься? Лен, ты меня извини, но я действительно не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаешь? Посмотри. Хорошо, я посмотрел. Хорошо. Что я должен увидеть? Тереписка с моими деловыми партнерами. Что? Что я должен увидеть? Где она? Ты его удалил. Да я даже не прикасался к телефону, Лен. Я не знаю, как ты это сделал, но ты удалил его. Да перестань, Лена. Лена! Лен, я прошу тебя, успокойся. Здесь ты тоже с ней кувыркался? На нашей постели. Все, я вызываю у тебя твоего врача. Себе вызови, потому что завтра же я подам на развод и ты вылетишь из нашего дома и нашей компании. Понял? Понял. Понял. Пошел вон, я видеть тебя не хочу. Уйду, только сначала выпей свое успокоительное. Выпей, и я уйду. Все, выпей. Вон, пошел. Вон, пошел. Вон, пошел. Вон, пошел. Вон, пошел. Субтитры сделал DimaTorzok Стой, стой, не ходи туда! Стой, 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 стой! Назад! Там кто-то внутри! Это Рома? Откуда я знаю? Встань туда, встань! Держи телефон! Звони в пожарную! Бегом! Я попробую их разбудить! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лена! Лена! Лена, ты где? Лена! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в доме еще есть кто из хозяев? Нет, только я и сестра. Только вы, сестра. Если кому понадобится медицинская помощь, обращайтесь, пока скорая не уехала. Нет, спасибо, не нужно. Добрый вечер. А кто там в машине? Труп мужчины. Обгорел полностью. Опознать нельзя. Элли, не он? Наташа, это... Нет, нет, нет. Вам туда нельзя. Ой, мужик. Вам туда нельзя. Послушайте, это машина моего мужа. Его нигде нет, я ему звонила, у него телефон не доступен. Дело обгорело. Пусть иди меня. Опознать можно только по зубам. Послушайте, утром приедет следователь и поговорит с вами. Не будьте дома. Я вас прошу, оставайтесь дома. Утром будет следователь. Идем-то, пожалуйста, не надо. Ну, прошу, пошли, идем. Все, все, осторожно. Вот. Тихо, тихо. Все, все, успокойся. Лен, что вообще здесь случилось? Ты почему была вся в крови? Я не знаю. Все, все. Я ничего не помню. Как? Как, ты совсем ничего не помнишь? Я только, только помню, что мы поссорились, и он ушел. А я уснула, Наташа. Если бы я знала, что так произойдет, я бы его обняла и никуда не отпускала. Ну, все. Успокойся, успокойся. Все будет хорошо. Может, это был не он. Мы будем надеяться. Ну, все, маленький мой, все хорошо. Успокойся. Все будет хорошо. Все, все, все. Андрей Викторович. Что мы здесь ищем? Паш, наши эксперты утверждают, что перед тем, как машину сжечь, жертве нанесли несколько ножевых ударов. Вот так. Ну, убийца же не дурак, чтобы оставлять орудие убийства на месте преступления. Ну, во-первых, убийца часто дураком и оказывается, а во-вторых, Паша, мы ничего не ищем. Мы выполняем должностные обязанности. Мы должны осмотреть машину. Должны. Вот. Но ножа здесь точно нет. Паша. Паша, ты нудный. Пойдем в дом. Ты лежи, я открою. Добрый день. Здравствуйте. Старший следователь Васильев, следователь Григорьев. Нам нужно поговорить с Еленой Николаевной Усковой. А, я ее сестра. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Ускова, это я. Проходите. Скажите, в машине был Рома? Он до сих пор не появился. Окончательные выводы делать рано. То есть, вы считаете, что в машине все-таки был он? Скорее всего, он... Нет. Нам нужно еще слечить зубную карту. Кто у него стоматолог? Моя мачеха Варвара Полежаева. Диктуйте адрес клиники. Давайте, я запишу. Ну, Елена Николаевна, нам нужно осмотреть дом. Зачем? Будем искать улики. А какие улики? Вы поймите, в вашем дворе, в вашей сгоревшей машине найден труп. Ну, в моем доме нету никаких улик. Ну, вот мы и посмотрим. Паша, посмотри второй этаж. С Еленой Николаевной. А мы с Натальей Николаевной осмотрим первой. Проводите. Пожалуйста. Это у вас столовая? Да, и кухня. А это кираса, по всей видимости. Второй выход. Какой воздух, а, Наталья Николаевна? Какой воздух? Так. Да. Позволите. Пойдемте. Елена Николаевна, откуда на вашей одежде кровь? Кровь? Кровь. Я порезалась. Каким образом? Ужин готовила, мясо разделывала и порезалась. Покажите раму. Это давно было. Ну, да. А выстирать решили вчера. Белье влажное? Времени не было. Елена Николаевна, а руку порезанную? А балконную дверь вытирали? Ты соскоб. Сделал? Все сделаю. Какая у вас группа крови? Четвертая положительная. А у вашего мужа? Я не знаю. У меня просьба. Из города никуда не уезжать. Будьте все время на связи. Паша, ты закончил? Да. Пойдем. За кого она нас принимает? Как можно не знать группу крови собственного мужа? Можно, Паша. Если мужик в армии не служил, если у него детей не было, если донором не был, на группу мог и не сдавать. Андрей Викторович, она врет. Само собой. Хотя, может быть, еще версия. Она просто переживает за мужа и путается в показаниях. Ну, вы-то всегда можете отличить ложь от правды. Ай, истец. Садись, пять. Ты куда, Паша? Садиться за руль. Соседи кто будет опрашивать? Я? Лен, а зачем ты их обманула? Я не знаю. Почему не сказала правду? А что я им должна была сказать, Наташа? Что я ничего не помню, что… Проснулась вся в крови. Выбежала. А там пожары… Тело в машине? Слушай, я же… Я же юрист. Я понимаю, чем все это грозит. Никто толком разбираться не будет. Тело есть. Крови есть. Все. Виновата. Как я пятно это не заметила? Как я про дверь про эту забыла? Как вообще здесь могла оказаться кровь? Наверное, я ночью выбегала и запачкала. Что теперь будет? Я не знаю. Так вы говорите, она угрожала мужу. Она была в ярости. Кричала, угрожала, сыпала проклятиями. Еще скажи, что она летала на метле. Да, она была расстроена, это да. Но чтобы угрожать, я не помню лично. А я помню. Она угрожала ему. Да не угрожала. Угрожала. Нет. Спасибо вам за помощь. Вы свободны. До свидания. До свидания. Слушай, ну что ты постоянно выдумываешь? У тебя фантазия… Так вы думаете, она убила мужа? По крайней мере, у нее был мотив. Для убийства это ревность. Была возможность. И вот если кровь, которую мы обнаружили, на двери окажутся не ее группы, у нас будет основание для ее задержания. Не люблю я эти убийства семейные. Да? Да. Когда жена мужа убивает, это как-то неправильно, что ли? Конечно, Пашенька. Когда жена убивает мужа, это неправильно. А вот когда муж жену, это нормально. Смеетесь, да? Садись за руль, моралист. Говорят, что там от дела вообще ничего не осталось. Может, это не он был? Ну, а кто? В Ромкиной машине, в Ромкином дворе? Мужская. Бедная Лена, у нее так в последнее время с нервами паршиво было. Каково теперь? Лена теперь подозреваемая номер один. Да, не повезло ее адвокату. А интересно, у нее есть кто толковый? Ты что, хочешь предложить свои услуги? Нет. Там дело заведомо проигрышное. Нет. Это почему? Факты. Упрямая вещь. Ах! Сереж, ты чего? Муху убил. Ну, знаете, если честно говоря, у них с Ромой в последнее время отношения, мягко говоря, не очень. Это да. Да, да. Варвара Юрьевна, следователь Григоренко, я звонил вам по поводу медицинской карты Романа Ускова. Минуту. То есть, вы думаете, в машине был все-таки Рома? Не знаю. Проверяем. Варвара Юрьевна, мне придется задать вам несколько вопросов. Хорошо, только быстрее. У меня пациент по скорой. Да, да, конечно. Это по поводу Елены Усковой. Вам не показалось, что в последнее время она как-то взвинчана, напряжена? Это же Лена. Она всегда такая. Хотя, конечно, после смерти Коли она стала более нервной. Недавно мы с ней сильно поссорились. Она почему-то решила, что у меня с ее мужем Роман. А вы повода не давали? Лена утверждает, что видела нашу с ним переписку в мобильном приложении. А у меня нет мобильных приложений. Так что я не знаю, с кем там Рома переписывался. Да и мало ли на свете Варвара. Да, логично. А где вы были вчера вечером? Здесь. Весь вечер и полночи. Много пациентов. Угу. И кто-то может это подтвердить? Охранник. Спасибо. Спасибо вам большое. Угу. Скажите, вы вчера вечером дежурили? Угу. Скажите, Варвара Полежаева в котором часу ушла с работы? Около двенадцати. А вы в последнее время в клинике ничего подозрительного не замечали? Да, вроде ничего подозрительного, но все как обычно. Ясно. Поклонники? Да нет. Ну, это Варваре Юрьевне подарили. Ей в последнее время часто цветы дарят. Варваре Юрьевне? Угу. Да. Паша, бери ордер. Кровь не ее. Хорошо. Я сейчас заеду за ордерами и буду ждать вас у дома Усковой. Давай. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, конечно. До свидания. Хороший портрет. Масла. Елена Николаевна, а у меня для вас? Плохие новости. Согласно стоматологической экспертизе, было установлено, что тело, которое было найдено в сгоревшей машине, принадлежало вашему мужу, Ускову Роману Андреевичу. И это еще не все плохие новости. Слушайте, кровь на двери, это не ваша кровь, как вы утверждали, а вашего мужа. Ну, конечно, вы могли не знать группу крови своего мужа, а вот мы выяснили все из той же стоматологической карты. Мы даже выяснили, мотив убийства – ревность. Вы же ревновали вашего мужа к вашей мачехе Варваре Полежаевой и боялись, что он уйдет к ней. Да как вы можете такое говорить? У нее муж погиб, а вы… У меня еще для вас плохая новость. Вот постановление о вашем задержании. Собирайтесь. Мне нужен адвокат. Само собой. Но СИЗО никто не отменял. Я не понимаю, как вы по ночам спите? Я прекрасно сплю по ночам. В чем проблема? А в том, что вы невиновного человека тащите в тюрьму. Она любила своего мужа, она не могла его убить, вы понимаете? Собирайтесь, Елена Николаевна. Григоренко, проводи. Наташа, а вы останьтесь. Присядьте. У меня и к вам несколько вопросов. Скажите, что вы делали вечером, в день убийства? Я была в салоне красоты. Да? Кто-то может это подтвердить? Конечно. Мастер может. Она со мной несколько часов провозилась. Дать вам номер телефона? Позже. Скажите, когда вы увидели свою сестру? У нее на одежде были следы крови? Нет. Не было. Вы знаете, что бывает в задаче ложных показаний? Да, я знаю. Ясно. А что вы думаете о той ситуации, когда ваша сестра якобы увидела труп своего мужа? Вы поймите, после смерти отца у Лены была страшная депрессия. Мы за нее очень волновались. Рома даже вызвал врача. Какого? Психиатра Ленского. Он ей выписал успокоительное. Но вы не подумайте, она, она морально, психически абсолютно здорова. Успокойтесь, Наташа. Успокойтесь. Вот психическое здоровье несут наказание по всей строгости закона. К стене. Открывай. Пошла. Налево. К стене. Пошла. Вперед. О. Это что-то новое. А поздороваться? Тебя что, первый раз замели? Ничего, это по первому хреново. Второй, третий раз как к себе домой приезжаешь. Курить будешь? Че-то ты ей не нравишься, Маруся. Ничего. Мы сейчас газолиночка бахнем. Вчера ребята с волей принесли. Угощайся. Мы не подружимся. Успокойтесь. Че это мы не подружимся? Что думаешь ты? Ускова на выход. К стене. Налево. Налево. Да иди уже. Вперед. Открывай. Заходи. Сергей, спасибо, что вы приехали. Очень вовремя. Как только узнал, сразу к вам. Попробуем вас вытащить. Вы думаете, это возможно? Думаю, да. Я в курсе того, что произошло. Наташа мне все рассказала. Но меня интересуют некоторые подробности. Да. Конечно. Почему на вас была кровь? Я не знаю. Ороде убийства. Вы находили нож? Или какой-нибудь другой колючий-режущий предмет? Нет. Ничего такого. А провалы в памяти у вас раньше были? Нет. Это впервые. Конечно, зря вы соврали следователем. Дело сложное. А вы ее еще больше усложняете. Я боялась, что меня увидят в крови и все решат, что я убийца. Ладно, выкрутимся. Возможно, завтра удастся поменять меру пресечения до суда. Сергей, я вас умоляю, вытащите меня отсюда. Меня сокамерницы покалечат. Я понял. Подождите. Что это? Мы можем поговорить? Узкова, на выход. К стене. Выпускаю тебя под домашний арест. Сергей, вы действительно очень хороший юрист. Спасибо. Сознаюсь, я сегодня всю ночь приводила свои мысли в порядок. И знаете, ваш карцер подействовал на меня лучше всякого психотерапевта. Я рад. Скажите, мы можем сейчас поехать ко мне и обсудить дальнейший план действий? Да, конечно. Кстати, ваш врач Олег Леонский дал свое заключение. Будет назначена медэкспертиза. Спасибо. Наташ, Наташа, ты дома? Отпустили. Слава Богу. Я знала. Я знала, что тебя отпустят. Но они же не идиоты, чтобы серьезно считать тебя убийцей. Ты думаешь, что это они сами меня отпустили? Сергей Викторович постарался. Ну да. Спасибо. Спасибо вам большое. Да не за что. Сергей, вы проходите на террасу. Я сейчас подойду. Хорошо. Ой, Ленка. Ну что ты? Оссунулась. Как там, спрашивать не буду, сама знаю. В юности бывала. Как дела на фирме? Все нормально. Народ тоже думает, что я… Да ты что? Нет, нет. Все уверены в твоей невиновности. А ты? Ты еще спрашиваешь? Я-то тем более. Ладно, беги к своему гостю. А я вам чего-нибудь вкусненького приготовлю. Стой. Я так рада, что ты дома. Прости нас с отцом. Если бы не этот дурацкий случай, все было бы по-другому. Да что уж. Итак, Лена, давайте еще раз пройдемся по тому вечеру. Может, вы что-то забыли, упустили какую-то мелочь. Я все очень хорошо помню. Мы с Ромой поссорились из-за его любовной переписки. Он напоил меня успокоительным. А дальше провал. Потом весь этот ад с пожаром, кровью. И больше никакие детали? Вроде нет. Разве что Рома позвал в гости соседей, ведь мы с ними до этого никогда не общались. Соседей? А что насчет канистры? Какой канистры? Ну, мы рядом с машиной. Была найдена пустая канистра из-под бензина. На ней ваши отпечатки. Я про канистру первый раз слышу. Следователь о ней вообще ничего не говорил. Странно. Вы мне не верите, да? Я очень хочу вам верить. Ну что, я пойду. А вы отдыхайте. У вас завтра тяжелый день. Сначала похороны, потом медкомиссия. Сереж, я ведь не убивала Рому. Разберемся. До свидания. Вечность. Такая бездна. Ромка, прости меня. Прости за то, что так много не успели и за то, что… Уже ничего не исправить. Лен, успокойся. Ты ни в чем не виновата, слышишь? Как бы я хотела, чтобы это был дурной сон. Просто дурной сон. Сереж. А ну стой. Ты зачем сюда пришла? В каком смысле? Я знала Рому много лет и не могла не прийти. А у тебя совсем совести нет? Ты соблазнила чужого мужа. А если Лена тебя заметит, она и так в ужасном состоянии. Послушай, это не твое дело, но у меня никогда ничего не было с Ромой. Ты хоть мне лапшу на уши не вешай. Да я представляю, какие рога ты папе наставляла. Не смей показываться, я на глаза ты поняла. Правду говорят. Мусорная кошка никогда не станет домашней, сколько ее не ласкаем. Я подожду, пока вы уйдете. У вас в крови обнаружены транквилизаторы. Скажите, вы принимали какие-то препараты накануне того дня? Да. Врач выписал мне успокоительное. Вот рецепт. Да, это то вещество, которое мы обнаружили у вас в крови, но концентрация слишком высока. Сколько вы приняли препарата в тот день? Согласно рецепту, десять капель. А, нет, подождите. Во время ссоры муж дал мне выпить еще, но я его не допила. Да. Возможно, высокая концентрация препаратов в крови связана с реакцией организма на затяжную депрессию. Я не совсем понимаю, что это означает в контексте моего обвинения. В контексте обвинения вы вменяемы и можете предстать перед судом. Ну что? Признали вменяемы, предложили предстать перед судом. Алло, алло. Да, хорошо. Сейчас подъеду. Все нормально? Звонил следователь, просит приехать. Поехали. Сереж, спасибо, что вы есть. Да, ни за что. Елена Николаевна, я хочу быть с вами откровенным. Все факты и улики, которые мы собрали, указывают на то, что именно вы являетесь виновницей смерти Романа Рускова. Но это немыслимый бред. Но почему же бред? У нас есть свидетели, которые утверждают, что в тот вечер вы с мужем ссорились. У нас есть ваши отпечатки пальцев на канистре из-под бензина. У нас есть заключения экспертов, которые утверждают, что кровь на двери. Это не ваша кровь. Но не главное, что есть у нас. Главное, что есть у вас. А у вас есть мотив. И какой же у меня мотив? Ревность. За все время следствие не выявило никого, кто бы был заинтересован в гибели Романа Ускова, кроме вас. Но это ваша проблема? Что у вас больше нет других версий? А у нас есть факты. У нас есть свидетельства охранников городка, которые утверждают, что никто из посторонних не въезжал, не выезжал. Это подтверждают камеры видеонаблюдения на въезде. А тот факт, что у моего мужа была любовница? Ну, была или не была. Лично я думаю, что это плод вашей фантазии. Это не плод моей фантазии. Это вдова моего отца Варвара. И у нее тоже может быть мотив. Конечно. Но мы прорабатывали и эту версию. И знаете что? С ее номера на номер вашего мужа не было никаких сообщений. Кроме того, у нее алиби на вечер убийства. Так что все против вас. Ну, я не убийца, поверьте. Елена Николаевна, как я могу вам поверить, если вы не раз пытались обмануть следствие? Утверждаю, что кровь на двери это ваша кровь. Ну, гражданка Ускова, вы поймите, я пригласил вас сюда, чтобы помочь. Чистосердечное признание значительно сократит срок вашего заключения. В чем? В чем? Это вам ваш адвокат скажет. В чем мне признаваться? Как я могла убить человека, с которым сидела за одной партой? Ну, и что с того? Если это для вас ничего не значит, то для меня значит. Ну, какая из меня убийца? Какая из… Как я могла убить его? Каждый человек… Елена Николаевна, каждый человек может убить. Вы поверьте моему опыту. И вот если вы не докажете свою невиновность… Моя клиентка ничего не должна доказывать. В нашей стране действует презумпция невиновности. Вы в курсе? Я в курсе. Но вина вашей клиентки практически доказана. И я считаю, что будет лучше, если вы сами… Так, все. Моя клиентка больше не в состоянии продолжать допрос. Значит, не получилось. Ну, что ж, вы свободны. Пока. Лена, вам не стоит так волноваться на допросах. Это против вас. Я понимаю, но я с собой сделать ничего не могу. Ну, это же какой-то вязкий долгий кошмар, в котором все считают меня убийцей. Ну, не все. Я не считаю. Ваша сестра не считает. Спасибо вам. Я рад вам быть полезным. Садитесь в машину, я отвезу вас домой. Отвезите меня, пожалуйста, пообедать в какое-нибудь хорошее место. Да, конечно. Да. Разрешите? О, Паша, заходи. Вот. Результаты медэкспертизы Усковой. Надо подшить в дело. Что там? Признана вменяемой. Ага. Что и следовало доказать. А то устраивала мне, понимаешь ли, истерики, да? Андрей Викторович. Угу. Ну, вы же не собираетесь передавать дело в суд? Что это? Такое дело. Я его заламинирую и себе под стекло на стол. Вот. И что? Ну, смешно. Да, да, да. Ну, если серьезно, дело идет в суд, Паша. Чего тянуть? Как чего тянуть? Преступление не раскрыто. Картина преступления не ясна. Мне ясна. Да, как же ясна. Андрей Викторович, если врачи признали Ускову здоровой, если она здорова, и она убийца, она должна была все рассчитать, зачем так бездарно подставляться, тут надо еще порыть. Григоренко, поезжай к теще на дачу, а? Вот возьми лопату и рой там сколько хочешь. Я на это время свое тратить не собираюсь. Дело идет в суд. Все. Ну, просто… Григоренко. Свободен. Слушались. Свободен. Приятного аппетита. Спасибо. Дело уже направлено в суд. Предварительное слушание назначено на среду. Мне страшно, Сереж. У меня кровь постоянно перед глазами. Лен, давайте предположим, что вы убийца. Почему вы действовали так необдуманно? А если я была в состоянии аффекта? Вот. Следствие установило, что Роману нанесли ножевые ранения. Но ножа на месте преступления так и не нашли, хотя все обыскали. Значит, убийца забрал его, где-то спрятал. Вот здесь несостыковка. Почему вы, находясь в состоянии аффекта, оставляете после себя столько улик, которые прямо указывают на вашу вину? А нож прячете? Значит, был кто-то еще? Да, был. И он пытается вас подставить. Сереж, спасибо вам еще раз огромное. Да не за что. Вы постарайтесь забыть обо всем и поспать. А вечером из-за этого. Постараюсь. Я буду вас ждать. Лена? Как хорошо, что ты дома. А ты не на работе? А я вот решила прийти пораньше с тобой побыть. Я тебя напугала, прости. Ничего страшного. Да нервы ни к черту. Ты что-то ищешь? Да ты знаешь, планшет свой потеряла, никак найти не могу. Так вот же он. Представляешь, голова совершенно не соображает. Тебе нужно отдохнуть. Может, сходим куда-нибудь? Развеемся. Наташа сегодня придет ко мне Сережа, будем прорабатывать линию защиты. Ты сходи сама, пожалуйста. Мне правда еще поработать надо. Все будет хорошо. Ну, не буду мешать. Сережа, это не обсуждается. Лен, да вы поймите, у них только косвенные улики. Зачем нам доследовать? Этих косвенных улик хватит, чтобы меня посадить. Не хватит. Это же смешно. Мы будем настаивать на оправдательном приговоре, а дальше будь что будет. Что значит будь что будет? А если меня посадят? Не посадят. Почему вы так уверены? Послушайте, доследование даст нам дополнительное время. И склонить судью в пользу обвинения. Это неправильная тактика. Сергей, вы мой адвокат, я уважаю ваше мнение. Но судить будут меня, поэтому позвольте мне выбирать тактику. Пойдемте, я вас провожу. Встать, суд идет. Прошу садиться. Встать, суд идет. Прошу садиться. И, конечно, нужно доказать, что Ускова Елена Николаевна, находясь в здравом уме и трезвой памяти, нанесла своему мужу, Ускову Роману Яковлевичу, ножевые ранения, несовместимые с жизнью, а затем сожгла его тело. У меня все, Ваша честь. Слово предоставляется стороне защиты. Защита готова к суду, Ваша честь. Но только я еще раз хотел бы пройтись по всем пунктам обвинения. Итак, первое. Ссора с мужем, который видели и слышали соседи. Второе. Тот факт, что на территорию поселка не визжал никто из посторонних. Третье. Мотив. Мотив – ревность. Четвертое. Отпечатки пальцев на канистре. И пятое. Пятна крови на одежде. Да. Это все вполне недвусмысленно указывает на вину гражданки Усковой. Но давайте поподробнее. Итак, первое. Ссора с мужем, да? Насколько мне не изменяет память, господин прокурор недавно пережил развод, которому, как я полагаю, предшествовал ряд сор с супругой. Но вот что странно. Он не убил свою жену? Или я ошибаюсь? Ваша честь, я протестую. Это не имеет никакого отношения к делу. Протест принимается. Господин адвокат ближе к делу. Да, да, да. Простите, Ваша честь, господин прокурорничего личного. Итак, идем дальше. Второй пункт. То, что на территорию поселка не везжал никто из посторонних. И это доказано. Но, судя по данным управляющей компании поселка, там проживает 132 человека. В принципе, каждый из них мог совершить убийство. Ну, я понимаю. Конечно же, допросить каждого, это, ой, это заняло бы столько драгоценного времени господина прокурора и следствия, что идем дальше. Третье. Мотив. Мотив – ревность. Совершенно логично. Избавиться от объекта ревности, а сотверницу оставить в живых. Ну, для того, чтобы потом мило на кухне обсуждать недостатки почившего. Я, кстати, не беру во внимание тот факт, что следствие проверило телефон Романа Ускова и не нашло в нем никакой любовной переписки. Хотя в наш век цифровых технологий удалить переписку из мобильного приложения не составляет труда. Тем более, что она не хранится на сервере. И здесь мы подходим к самому интересному. Отпечатки пальцев на канистре и пятна крови на одежде. Которые, между прочим, являются главными уликами. Во! Да! Почему? Потому что орудие убийства не было найдено. Но обвиняемая, она же как умная женщина, могла его спрятать. Правильно? Она же умная женщина, господин прокурор. Ну, не глупая, как указано в медицинском заключении, господин адвокат. Ну, вот. Итак. Умная женщина. Елена Ускова. Убивает своего мужа. Потом прячет орудие убийства, предположительно, нож. Садит труп в машину, обливает бензином, поджигает и оставляет канистру со своими отпечатками на месте преступления. Но, конечно, ведь именно так поступает умный и хладнокровный убийца. Не так ли, Ваша честь? Продолжайте. И я продолжаю. Потом она находит на своей одежде пятна крови своего мужа. И что же она делает? Как умная и, безусловно, практичная женщина, она, она не выбрасывает ее. Не сжигает. Стирает. Потом вешают из себя во дворе, у всех на виду, даже не проверив, отстирались ли пятна. И венцом всех этих логичных действий умной женщины было, конечно же, вызвать полицию. Я не знаю. Как-то это все не вписывается в алгоритм. Действий хладнокровного, умного убийцы. Елена Ускова не убивала своего мужа. У меня все, Ваша честь. Суд удаляется на перерыв до вынесения приговора. Прошу всех встать. Мы ведем репортаж из районного суда, где только что генерального директора компании «Строймаркет» Елену Ускову, обвинявшуюся в убийстве своего мужа, освободили прямо в зале суда. Лена, девочка моя, как я рада. Елена, какие эмоции вы сейчас испытываете? Я точно знала, что тебя оправдают. Мы поздравляем. Спасибо. А где Сергей? А он, кажется, уже домой уехал. Как? Поехали. Отпразднуем. Потом. Чуть позже. Лен, ты куда? Все потом. Алло, Вероника, мне необходим домашний адрес Сергея Филенко. Я запомню. Будьте добры, вы свободны? Да. Залежит на пять квартира. Спасибо. Залежит на пять. Поехали. Серёжа. Я должна попросить у вас прощения. Я была не права, простите меня, пожалуйста. Что вы улыбаетесь? Я прощена? Ну, раз уж вы поднялись пешком на семнадцатый этаж, я предлагаю нам отметить нашу победу. Вино, фрукты, все есть. Пойдемте. Так хорошо от того, что все закончилось. Да, если честно, у меня ощущение, что по мне бульдозером проехали. Что? Любовь. Да ладно вам, Сережа. Можно на «ты»? Давно пора. Знаешь, у меня, когда ушел папа, я вдруг поняла, что могу рассчитывать только на свои силы. Но сегодня я вдруг вспомнила это ощущение защищенности. защищенности, когда ты можешь доверить свои проблемы еще кому-то. А муж? Он тебя не поддерживал? С мужем мы жили последние несколько лет по привычке. Когда все ясно, все понятно, по расписанию. И только папин уход разрушил эту иллюзию благополучия. Это, знаешь, это то чувство, когда вы живете с человеком под одной крышей. Но вы абсолютно одинаки. У вас разные цели, задачи, чувства, мечты. Все разное. Вы никак не пресекаетесь. Сережа, вызови мне такси. Лен, ну куда ты поедешь? Поздно уже. Оставайся у меня, я постелю тебя спальню, а сам на диване лежу. Или это противоречит уставу компании? Противоречит. Ну, если честно, я так устала, что я, пожалуй, соглашусь. Я пойду постелю. Вызывали, товарищ Баю? Вызывал, Паша. Дело Усковой отправили на доследование. Так что там доследовать? Ясно, что невиновна ты. Не умничай, Паш. Извините. Перепроверь все. Особое внимание удели окружению Усковой. Варваре Полежаевой и Наталье Траненко. Понял? Слушаюсь. Ну вот, исполни. Ну вот, исполни. Доброе утро. Доброе утро, Сереж. Как спалось? Спокойно. Спасибо. Это хорошо. Вот завтрак. Кофе? Да. Держи. Слушай, Наташа пять раз звонила. Волнуется, наверное. Ну так перезвони ей. Я уже смс-ку ей отправила. Правда, так долго не знала, что ей написать. Слушай, надо на работу собираться. Мне бы еще переодеться. Я подурошу. Ты давай завтракай, а я тоже переоденусь. Я не знаю. О чем задумалась? О том, кто убил Рому. Может быть это Варя? Она и на суд не пришла. Ну, на ее месте я тоже не пришел бы. Ты же сама говорила, что закатила ей скандал. Тем более унести алюби на вечер убийства. А ты что, ее защищаешь? Да не ее. Тебя. От твоих же мыслей. Не думай об этом, хорошо? Я сам во всем разберусь. Увидимся на работе, хорошо? Угу. Увидимся на работе, хорошо? Угу. 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 Лен. Телефон забрал. Спасибо. Ты что-то прячешь? Нет. Покажи руку. Покажи. Серёж, я всё объясню. Это то орудие убийства, которое мы так долго искали? Ловко ты мне сделала. Серёж, да, я проснулась от запаха горя, а у меня в руках окровавленный нож. Я просто испугалась, поэтому я его спрятала и выстирала одежду. А как же кровь на двери? Я не знаю, как так получилось. Наверное, я в панике тронула её. Ну почему? Ну почему ты мне всё сразу не рассказала? А когда? В тюрьме? А вдруг там все разговоры записываются, а? А потом не было уже. Просто не до этого. Ну мы же договорились. Предельная честность. Ясно. Интересно, что ты ещё от меня скрываешь. Что за дела? Обетенный перерыв. Обетенный перерыв. Здравствуйте. Добрый день. Вы в стоматологии работаете? Нет, я электронщик. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Задавайте. Вчера коллеги ваши из налоговой были. Мне теперь никакие вопросы не страшны. Вы с соседями хорошо знакомы? Да так, здрасте, до свидания. Пока в стоматологах особой нужды не было. А хозяйку хорошо знаете? Ну я ж говорю, шапошное знакомство. Улыбаемся, здороваемся. Спасибо. На здоровье. А камера давно работает? Месяца два назад поставили. Постоянно окна били. Кто, зачем, непонятно. И что, всё пишет? И пишет, и инфу хранит месяц минимум. Памя, как у моей тёщи. Отойдите посмотреть. Да не вопрос. Спасибо. Елена Николаевна, мы так рады, что вы заправдали. Спасибо большое. Вы молодец, Елена Николаевна. Я очень рад, что вы вернулись, Елена Николаевна. Спасибо, но благодарить на самом деле нужно Сергея Викторовича. Спасибо. Хорошо, что всё закончилось. Мы точно знали, что вы ни в чём не виноваты. Давайте мы не будем на этом акцентироваться. Продолжим нашу работу, и я очень рада вас всех видеть. Мы тоже рады. Виктор Андреевич, можно отчёт? Да, конечно, пожалуйста. Пойдёмте, ребята. Ты правда думаешь, что Елена Рому не убивала? А смысл? Фирма ведь и так ей принадлежит. Да, но отношения в последнее время у них, мягко говоря, были не очень. Может, хватит? Развели здесь, как старушки на лавочке, ей-богу. Пойдём. Ну, слава Богу, что всё хорошо. Ленусь. Ну, куда ты исчезла вчера? Я же ресторан заказала, пришлось отменять. Звонила тебе весь вечер, ты трубку не брала. Ну, я же волнуюсь. Где ты пропадала всю ночь? Наташ, я же тебе отправила эсмэску, что осталось ночевать у друзей. Посмотри сюда. Да. Здесь только ошибок и неточности, Наташ. Но за всё это время можно было всё запомнить? Ну, у меня с математикой с детства беда. Да при чём здесь математика, Наташ? Надо запомнить всего лишь пару элементарных операций в системе. Ну, значит, я просто тупая. Лен, ну, правда, я сижу над этими цифрами и таблицами, прям до тошноты. И всё равно. Ты недовольна. Я уже сегодня от головной боли две таблетки выпила. Значит, мне просто не дано. Успокойся. Ты просто перенервничала и переволновалась. Иди домой отдыхай. Давай, сестрёнка. Спасибо. Товарищ майор. А? Смотрите. Что там? Безутешная вдова. Но мало ли с кем красивая женщина может ехать в машине. В день убийства Ускова. Садится в машину, похожую на машину Ускова. Так. Время? Семь вечера. А как мы помним, Полежаева заявила, что в день убийства она задержалась на работе напоздна. Придётся тебе её снова навестить. Делается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу прощения. Так это не грабитель? Это не грабитель. Это мой сотрудник. Я попросила его забрать документы, а сестру забыла об этом предупредить. Получилось недоразумение. Это недоразумение называется ложный вызов. За него штраф полагается. Мы вам говорили об этом в прошлый раз. Ну, извините. Придется заплатить. Извините, пожалуйста. Я заплачу. Ну, раз у вас все в порядке, мы пойдем. На этот раз обойдемся штрафом. В следующий раз будет пятнадцать суток. Подойдете, оформим протокол. Лен, прости. Я вела себя, как полная дура. Успокойся. Ну, что я должна была подумать? Сергей, извините мне еще раз. Да ладно. Не волнуйтесь вы так. Все же нормально. Сковородка цела? Ладно, мне пора. Разберись, смотрите. Сергей Викторович! Сереж, ты куда? Сережа, выход там. Я привык, что выход там же, где и вход. Сереж, ты мне не веришь? Решил играть в темную. Беру, примем с тебя. Сереж, ты куда? Ты что? Да. Да. Я перезвоню тебе. Я перезвоню тебе. Так, Полежаева ушла в тот день за полночь? Да. Нет. Я точно не помню. Так, может, раньше? Может, раньше. Я на часы не особо. А ты знаешь, что ложные показания, совершенные свидетелями скорыстных побуждений, караются лишением свободы от двух до пяти лет. Были корыстные побуждения? Да, нет? В глаза смотреть? Да, нет? Дети есть? Да. Дочь в институт поступила. Вишка хорошо. Вместе и выпуститесь. Ты из тюрьмы, она из института. Так что, пойдем в тюрьму или будем говорить правду? Правду говорить. Начнем сначала. Зачем ты ввел в заблуждение следствие? Варвара Юрьевна попросила. СМС-ку выслала, когда вы выходили от нее. И что ты получил за свое бессовестное вранье? Варвара Юрьевна премию выписала. На что потратил? Дочке дал. На ноутбук. Ей нужно для учебы. Хорошо. Молодец. Можешь, когда хочешь. Ладно, живи пока. Лен, чего грустишь? Чего ты взяла? Ну, я же вижу. Ты все-таки сердишься на меня, да? Да ну прекрати. Ты все правильно сделала. Послушай, пойдем куда-нибудь сходим, а? Повеселимся. На сегодня я никак не могу. Я же уезжаю. Как уезжаешь? Куда? Боже мой, я закрутилась со всем этими. Забыла тебя предупредить. Я к маме хотела съездить. Она у меня разболелась. Но если ты против... Да ну ты что, конечно, поезжай к маме. Это важно. Надолго? Да нет, на недельку всего. Заодно и ты это не отдохнешь. Когда у тебя поезд? Давай провожу. Да что ты, буду я тебя дергать. Я уже такси вызвала. Отдыхай. Возвращайся скорей. Мне будет очень тебя не хватать. Я тоже буду скучать. Ну, пойду собираться. Ты не грусти. Я не понимаю, зачем вы меня позвали? Я вам все уже рассказала. Все да не все, Варвара Юрьевна. Вы забыли упомянуть, что подкупили охранника, чтобы он подтвердил ваше алиби. На вечер убийства. С чего вы взяли? Охранник нам сообщил. Я не знаю, что он вам сообщил, но я была на работе. А у нас есть запись. С камер видеонаблюдения, где прекрасно видно, как вы выходите из клиники. Блефуете. У нас в клинике нет камер. У ваших соседей есть. Давайте так. Вы просто скажете нам правду. Хорошо. В тот вечер я действительно была не в офисе. А где вы были? Не могу этого сказать. Я вам сказать могу. Вы были возле дома Ускова, где и убили его. А потом подожгли машину вместе с телом. Бред. Я даже не буду это комментировать. Я прокомментирую этот бред. У вас действительно была связь с Романом Усковым. Но когда вы узнали, что он не собирается уходить от своей жены, вы убили его. Ваша сотрудница сообщила нам, что в день убийства к вам приходил курьер. С цветами. Цветы были от Романа? Нет. Нет. А от кого? От него. Я не понимаю, почему Лена решила, что у меня роман с ее мужем. Он похож весьма отдаленно. Ну, он не отдаленно. Он похож на главу департамента городского транспорта. Да. И он женат. Поэтому я скрывала нашу связь. Вы встречаетесь с ним? Расстались в тот же вечер. Семья — это святое. Я могу рассчитывать на вашу порядочность? Нам придется с ним поговорить. Я понимаю. Я могу быть свободна? Конечно. Я подпишу пропуск. Это не Романа карта. Что значит не карта Романа? Вот оригинал. Ну да. Обложка его. Содержимое не то. И подпись не моя. И вы можете это подтвердить? Конечно. У меня дома хранятся копии данных по всем пациентам. Субтитры делал DimaTorzok Что? Что? Вот оно. Пожалуйста. Действительно разное. Значит, кто-то подменил карту Ускова? Кто, кроме вас, имел доступ к медицинским картам? Да кто угодно. Они просто лежат в кабинете. Я думаю, что кто-то специально пытался убедить Ускову, что вы любовница ее мужа. Вопрос — кто? Лена, а ты что здесь делаешь? Нам нужно поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать. Ты можешь меня просто выслушать? Ты можешь меня просто выслушать? Могу, но не хочу. Это важно. Для тебя. Полиция обнаружила, что медицинская карта Романа в моей клинике — подделка. Что за бред? Кому нужно подделывать медицинскую карту? А ты подумай. Слушай, я устала от загадок. Вспомни, как идентифицировали труп в сгоревшей машине? С помощью стоматологической карты. Ну, чушь. Чушь не чушь, а Роман может быть жив. Правда, следователи считают, что его могли убить, а труп просто спрятать. Зачем? Понятия не имею. И еще одно. У меня никогда ничего не было с твоим мужем. Мне это не интересно. Я понимаю, что ты мне не веришь, но у меня действительно был роман. Только твой муж здесь ни при чем. И долго ты обманывала моего отца? Я любила Колю. А встретила Игоря и потеряла голову. Любилась, едва похоронив мужа. Ты бы этого не поняла. Почему сразу все не рассказала? Мне или полиции? Он женат. Занимает высокий пост. Эта информация могла бы ему повредить. С чего ты вообще взяла, что у меня что-то было с твоим мужем? Я видела вашу переписку. И фотографию, где вы вместе обнимаетесь. Вот это? Как? Это Игорь. Ну, если хочешь, можешь проверить фото на подлинность. Я, наверное, должна перед тобой извиниться. А я перед тобой. За то, что не поддержала, когда ты была под следствием. Просто я думала, что это ты убила Рому. А сейчас мне кажется, что тебя пытаются подставить. Скорее всего. В тот день, когда я была у тебя, я вернулась домой и в гостиной увидела труп Ромы. Он был весь в крови. Я… Я дико испугалась. Вызвала полицию. Когда они приехали, не оказалось ни трупа, ни крови. А Рома, как ни в чем не бывало, вышел из комнаты живой. И все тогда решили, что я не в себе. И, честно говоря, я сама не понимала, что происходит. Но сегодня ночью я нашла вещи, в которых был якобы труп Ромы. И на них оказалась не кровь, а краска. Ты сообщила полиция о вещах? Еще нет. Я почти уверена, что меня хотели свести с ума, и это был мой муж. Он же инсценировал свое убийство. А зачем? Как вы думаете? У него что, были причины так с вами поступить? Если эти причины и были, то они мне неизвестны. Так тут экспертиза не нужна. Краска киношная. Кто-то действительно подготовился, чтобы вас разыграть, Елена Николаевна. Ну ты не торопись, Григоренко. Нужно еще выяснить, когда именно краска попала на одежду. Мы проведем экспертизу и о результатах вам сообщим. И еще, я пока не отбрас свою версию, что вашего мужа убили. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Лена? Алло? Лена, я у тебя по дому. Быстро выходи, пока полиция не приехала. А что случилось? Кто-то вывел все деньги со счетов компании. Что? Да, давай быстрее. Ну это невозможно. Я тоже так думал. Открывай быстрее. Подожди, я сейчас открою. Они использовали твою электронную подпись. Вот она. Ну не знаю, сделали это раньше. А поскольку это деньги пайщиков, то об этом уже пронюхала пресса. И ты главная подозреваемая. Сюда полиция уже едет. Арестуют тебя с минуты на минуту. Давай, нам нужно ехать. Так что собирайся. Как они это сделали? Я не знаю. Это Рома. Лен, Рома мертв. Нет, я так не думаю. Он постоянно пытался меня устранить, чтобы забрать деньги. Я ничего не понимаю. Лен, давай быстрее. У нас нет времени. По дороге все объяснишь. Я в машине. Да, я сейчас. Что делать? Что это было? Телефон свой дай. Ты что делаешь? По ним нас могут вычислить. Там посмотрите. Есть. Что в доме, Паша? В доме никого, Андрей Викторович. Ай-яй-яй-яй. Черт. Значит сбежала. Эх. Похоже на то. Получается, Андрей Викторович, мы ошиблись. И у нее тоже рыльца в пушку. А черт его знает. Ты сестру ее нашел. Коллеги говорят, что она вчера вечером собиралась к своей матери. Да? А где живет ее мать? Выясню. Выясню. Получается, что она тоже причастна к этим эферам со счетами? Если и причастна, то только она подхватила узковый. Ты сам слышал, что о ней думают сотрудники фирмы? Вот, Паша, а как наши эксперты утверждают, здесь работал настоящий гений. И так, Пашенька, поработал, что установить, куда ушли эти деньги, невозможно пока. Значит так, Ускову в розыск. Рассылаем ориентировку, пробиваем все машины, которые сегодня выезжали с коттеджного городка. Да, и пока к делу не подключились наши экономисты, Паша, ты лично проверь счета строймаркета. Я уверен, что исчезновение денег и убийства как-то взаимосвязаны между собой. Не может быть столько совпадений. Все, приехали. А что это за место? Нам надо спрятаться. Полиция, скорее всего, уже разусла ориентировку на тебя, на меня, на машину. Это дача моего друга. Он сейчас в Таиланде, а дом пустует. Проходи. Да и отдохнуть нам надо, и подумаем, что делать дальше. А что, у тебя и ключи есть? А как же? Вуаля. Это предел, наши граждане! Принед! Принед! Федера, спрятайте, беспринед! Принед нашими граждане! Это дьявол, день у нашей квартиры! Где мои деньги? Где мои деньги? Где мои деньги? Дьявол, не случится! Вы спокойте гражданам, а! Мы продавали квартиры на уровне котлована, А деньги пускали на строительство. Так все застройщики делают. И много было денег? Много, к сожалению. Мы сейчас сразу строим пять домов. На расчетном счете как раз были деньги на их возведение. Кто-то умудрился вывести их в обход всех банковских форм защиты. Да, сработали хитро. Используя электронную подпись гендиректора. Разве можно подделать электронную подпись? Гипотетически, да. Но это очень непросто. Виктор Андреевич, я тут среди прочих нашел у вас платежное поручение. Вот, на несколько крупных переводов. Получатель некий Сидоров ЕЕ. Кто это? Да я сам не знаю, что это за Сидоров. В то время исполняющим обязанности гендиректора был Роман Усков. Он не посвящал сотрудникам такие подробности. Я оставлю себе, если вы не против. Да, конечно. Я не знаю, что-то. Вкусно? Даже не думал, что ты умеешь готовить. Десять лет семейной жизни. Серёж, мне нужно с Наташей связаться. Зачем? Ну, во-первых, она волноваться будет. Во-вторых, я за неё переживаю. Лен, ты прости. Но твоя Наташа, не так проста, как кажется. Думай, что говоришь. Хорошо? Это ты подумай. Зачем он сбежал к матери именно сейчас? Она не сбежала. Она поехала к маме, потому что мама заболела. А ничего, что она наследница состояния твоего отца после тебя и Романа. Ей вполне выгодно тебя устранить. Но я жива. И Рома, скорее всего, тоже. Наташа не имеет к этому никакого отношения. Я бы не был в этом так уверен. Послушай, Наташка, мой родной человечек, я тебя умоляю, давай мы закроем эту тему. Мне просто нужно ей позвонить. Посмотрю в доме. Там вроде должен быть телефон. Спасибо. Здоров, мужики. Здорово. Поганая смена. Заработал копейки. Лето отпуска. Да, море. Бог в помощь, мужики. Кто Сидоров Егор? Я Сидоров. А в чем дело? Отойдемте? А что случилось? А дело в том, Егор Евгеньевич, что вы не Сидоров. Вы корейка. Такой богатый человек, а шиферите. Че это я богатый? Ну как же. Преуспевающая фирма, строймаркет. Регулярно перечисляет на вас счет крупные суммы денег. А вы вместо того, чтобы на Лазурном берегу Бакару мянить, шиферите. Пойдемте. С какого перепугу? А с такого перепугу, что вы даже не корейка. Валькопоне. Деньги получаете, а налогов не платите. Да ничего я не получаю. Да что вы говорите? Идемте. Да ну короче, получаю не я. А кто получает? Мой сосед Петренко. Я получаю, даю ему, а он какому-то начальнику. Имя начальника? Туманов Борис Борисович. Я слышал их разговор по телефону. Ладно. Работайте, Егор Евгеньевич, но больше в эти схемы не лезьте. Усекли. Блин. Оставьте сообщение. На старший момент вызываемый абонент недостутан. Говорите после сих пор. Вне зоны действия. Ну вот. Значит телефон отключила. Или вне зоны действия. Серёж, неспокойно мне. Она может быть в опасности. Не думаю. Слушай, а поехали к её матери? Ну пожалуйста. Хорошо. Вот стемней-то и поедем. Спасибо. Борис Борисович Туманов. Старший следователь Васильев. Следователь Григорий Анков. В чём дело? Вы подозреваетесь в организации убийства заместителя генерального директора компании «Строймаркет» Романа Ускова. Вы с ума сошли? Мы не сошли с ума, Борис Борисович. Нам известно, что фирма перечисляла вам крупные суммы денег. И предполагаем, что когда эти транши прекратились, мы решили избавиться от Ускова. Да. Да, он мне платил за кое-какие услуги, но наши вопросы мы решили давно. Я никого не убивал. А я вам верю. Знаете, и с удовольствием вы отправили вас домой спать. Но, к сожалению, у моих коллег из экономического отдела накопилось к вам масса вопросов. Отлично. Пусть они ко мне и приходят. Борис Борисович, они уже здесь. Будьте добры. Пройдемте в машину. Приятной беседы, Борис Борисович. Ловко вы с ним, Андрей Викторович. Взяточник должен сидеть, Паша. И все-таки сомневайся насчет Усковой. Не похоже она ни на убийцу, ни на мошенницу. Да я тоже сомневаюсь. Думаю, просто испугалась и избежала. Так кто же вывел деньги из «Строймаркета»? Тоже мне беном Ньютона. Ускол и вывел. Ты знаешь, что я думаю? Он при возможности подделывал электронную подпись жены, потом якобы умер. Ну а потом перевел деньги. Удобно? Пашенька, умереть — это идеальное алиби. Ну и где мы теперь его искать будем? Займемся обгоревшим трупом. Так а где они обгоревший труп взяли? Паша, бомж это, бомж. Давненько ты с бомжами не общался. Вот разрабатывай эту версию. Лежи, не дергайся. Я разберусь. Лежи, не дергайся. Я разберусь. Старший лейтенант Сергей Шулешко. Пожалуйста, ваши документы. Товарищ старший лейтенант, понимаете, такая ситуация. В общем, позвонили из больницы, матери очень плохо, сердце. Отвезли в реанимацию, моего от сестрой быстро в машину прыгнули, и перенервничала, отдыхает. В общем, забыли мы документы. Такие вот дела. Ну хорошо, давайте пройдем машину, проверим по базе. Если ваша машина не в угоне, заплатите штраф и поедете дальше. Я вас очень прошу, товарищ старший лейтенант, давайте я вам сейчас оплачу, а вы потом проверите, пробьете все, да? Ну, войдите в ситуацию. Что вы с матерями-то? Хватит? Хорошо. Счастливой дороги. Спасибо. Слава Богу, принесло. Ну что там? Да ничего, все нормально. Ё-моё! Что такое? Да ничего, сейчас погоди. Алло, Вань, здорово, ты еще на трассе? Слушай, тут ориентировка пришла на Ускову Елену и Филенко Сергея. Так вот, похоже, что я их только что видел. Да, и они на черной Тойоте прут в сторону города. Записывай номера. Да, слушай, боже. Алло, да, товарищ майор. Ну, вы, как всегда, оказались правы, здесь местная интеллигенция сообщила, что наш Усков действительно здесь был, пообещал одному из бомжей работу и ушел с ним. После этого ни Ускова, ни бомжа никто не видел. Ну да, а потом убил, подложил в машину и поджег, да? Ага. Ну, в общем, я домой, отмываться от впечатлений. Паша, удачи, слушай. Наридайся завтра в строймаркет. Нет. Ну, потряси там, может чего-то больше узнаешь о сестре Усковой. Но я сегодня целый день не могу дозвониться до этой Натальи. Есть. Удачи, Паша, давай. Черт, полиция. Может, не за нами? Да нет, явно за нами. Попытаемся оторваться во дворах. Бросаем машину и в рассыпную. Где встречаемся? По одному добираемся до новинок. Встретимся там. Куда? Давай туда, быстрее! Ушли уже. Туда посмотри. Я к дороге. Ага. Я к дороге. Ага. Здрасте. Вот и все. Выходим. Не дергайся. Руки перед собой. Выходим. Выходим. Спокойно, не дергайся. Не дергайся. Руки впереди. Ай! Стоять! Стой, говорю! Стоять! А-а-а! А-а-а! С самого утра обманутые пайщики продолжают осаждать офис компании «Строймаркет», которая специализируется на точечной застройке. Напоминаем, что два дня назад со счетов компании исчезли все средства. В хищении подозревается генеральный директор компании Елена Ускова. Ее фотографию вы можете увидеть на своих экранах. Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Здрасте. У меня есть кольцо. Я оставлю вам его в залог, но я за ним вернусь. Мне очень нужны деньги. Стой, не дергайся. А что вы делаете? Пытаюсь улучшить свое материальное положение. Но у меня больше ничего нет. Кроме денег пайщиков, которые ты стырила. Я ничего не брала, меня подставили. Тебя по всем каналам показали. Сейчас тебя запру в подсобке, а завтра поедем и поделим денежки. Или мне в полицию позвонить. Не надо в полицию. Откройте, полиция! Откройте! Откройте и вызывайте опасную преступницу. Следователь Васильев. Товарищ следователь, я никого не укрываю. Я, наоборот, ее задержал. Смотрю, дамочка, та, которую вы в новостях показывали. Вот я и закрыл дверь. Хотел вам показать. Спасибо. Спасибо за бдительность, товарищ. Не надо никуда звонить. Я сам доставлю эту дамочку куда нужна. В СИЗО. Идем. Спасибо. Если ты еще раз от меня сбежишь… Что такое? Я кольцо этого мародеру оставила. За побрякушками мы не будем возвращаться. Прикушки! Это кольцо мне мам на восемнадцатилетие подарила. А ну, бабушкины Серегу. Все равно, все равно, возвращаться слишком опасно. Давай быстрее! Привет, Паша. Андрей Викторович, за что вы со мной так? Принял ванну, приготовил ужин. Тут вы. Поесть успел? Давился побыстрее. Ну, вот теперь о главном. Объявилась наша беглянка. Патрульные засекли их на юго-западной трассе и упустили. Едет не одна, по всей видимости, Сергей Мфиленко. Придется нам туда с тобой ехать. Так по юго-западной трассе, в новинках, мама Натальи Троненко живет. Стоп! Это уже интересно. Возможно, сестры вдвоем эту финансовую аферу провернули. Получается, и Ускова вполне могли убить. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Здравствуйте! Я Лена, дочь Николая Полежаева. Мы к Наташе. Да нету Наташи. Ну вы заходите, заходите. Боже мой. Ой, заходите, заходите. Садись, садись, садись. И вы садитесь. Господи, это ж надо. Боже, Колькина дочка. С ума сойти. Ой, так надо же за встречу выпить, а? У меня ничего такого особенного нет и пенсия не скоро будет. Да мы… Ничего, я найду сейчас. Сейчас к столу соберу. Сидите, сидите, чувствуйте себя как дома. Так и Наташа где? Да сейчас, сейчас. Располагайтесь там. Не выглядит она больной. Опа. Говоришь, твоя сестра в математике слаба была, да? Да, элементарных операций запомнить не могла. Ну, а это что? Первое место олимпиада математика? Первое место на районной математической олимпиаде. Я ничего не понимаю. А что тут понимать? Аферистка твоя сестра. Сейчас, сейчас, мама-то осталась. Вот, садись, садись, садись. Сейчас, за встречу. Галина Петровна, скажите, Наташа хорошо в математике разбирается? Не то слово. Скажешь, хорошо. У нее даже, это, математический гений. Во. А ее учительница говорила, что у нее это, как высокое IQ и нестандартное математическое мышление. Так она сейчас здесь? Да нет, у нее не приезжает она сюда. То есть, в ближайшее время она к вам не собиралась? Ну, мне она, по крайней мере, об этом ничего не говорила. И вообще, она со мной не общается. Так, ну все, давайте. Ну, выпьем же за встречу. Ну, давайте, давайте. Так, за знакомство, за приезд. Ну, закуси сейчас, закуси, тарелочку, тарелочку. Ну, ты, девочка, конечно, на меня не обижайся. Кто старая помянет, конечно, тому глаз вон. Ну, а после того, как ваша семейка обвинила мою Наташеньку в воровстве, она вот такой, вот такой зуб на вас заимела. Ты что она сказала? Раз они со мной так, то я им сделаю. Вот так вот. Наташку-то, боюсь, сильно жизнь побила. Ой, сильно. Она ж после того случая совсем с катушек слетела. Пошли мужики и водка. А девочка какая была. Хоть краном прикладывай. А когда вы ее последний раз видели? Говорю тебе, не бывает она здесь. Не общаемся мы. Но маме вот копеечку всегда присылала. Вот такая девочка. Ну, а друзья? Друзья у нее есть. Вы же, наверное, знаете каких-то ее подруг? А чего это не знаю, интересно, а? Вон Олька на соседней улице живет. Я у ее деда эту, в бойкую беру. Ай, какая водочка. Я ж смотрю, ты… Ты ж не пьешь, да? Ну, яд это твое. Ну что вы, мои хорошие? Да. Ну, совет вам да любовь. За вас. Ты чего застрял? Тут айтишники инфу интересную нарыли. Про нашу Троненко. Вот. Привлекалась она. За финансовые махинации в двух разных городах. И оба раза ее вину доказать не смогли. Просто не девушка, а дьявол в юбке, а? Давай колесо меня, ехать надо. Да-да-да. Вроде сюда. Похоже, ты прав, Сереж. Наташа действительно имеет отношение к пропаже наших денег. Но я не хочу в это верить. Ну, а я в этом уже не сомневаюсь. Ей бы в актрисы пойти. Так ловко я себя дурочкой изображала. Подожди. А может быть, она попала под влияние Ромы? Скорее он под ее. Насколько мне известно, Рома задолжал крупную сумму денег какому-то чиновнику. Возможно, он решил одним махом избавиться от меня, сбежать от него и прихватить деньги фирмы. А Наташу просто… просто соблазнил на эту аферу. Ты упорно пытаешься выставить ее жертвой. Ой, извините. Да ничего. Здравствуйте. Дед, в тебе клиенты. А вы, случайно, не Ольга? Ольга. А, тогда мы к вам. Это ко мне, дед. Интересно. Здравствуйте. Меня зовут Лена. Я подруга Наташи Троненко. Мне сказали, вы дружите. А мы ее ищем. Может быть, вы знаете, как ее найти? Понятия не имею. А когда вы в последний раз ее видели? Да давно уже. А, я к ней ездила, когда она экономически закончила заочно. Она еще тогда все грозила, что теперь точно вернет себе то, чего ее папаша с сестрицей лишили. Она считала, что это она, а не сестра, должна в богатом доме жить. Ой, ребятки, ой, ребятки, и вы тут. Ой, Олечка, здравствуй, дорогая, здравствуй. Федотыча пригласи. Федотыча позови. Сейчас, сейчас, теть Галь. Дед, дед, к тебе клиент. Ой, ребятки, я ж забыла у вас спросить, а чего вы Наташку-то мою ищете? Натворила что, а? Ребятки, вы уж если ее найдете, вы уж не обижайте мою девочку, а? Жизнь ее так потрепала, так потрепала. Ах, и что я могу дать? Мать ей досталась какая. И ни будущего, ни прошлого, ничего дать не можно. Да не переживайте, мы просто хотели с ней увидеться. Здрасте. Здрасте. Кому я нужен? Мне, Федотыч, мерсавчик накапали. Нет, Галь. Маленький. И не думай, и не мечтай. Сперва расплати за прошлое, потом приходи, поговорим. Федотыч, ну что ты меня прям как школьницу отчитываешь, а? Вот, вот смотри, смотри, а? Только что почтальонша перевод принесла, а? Дочка мою денежку прислала. Вот, Федотыч, ну получу, я ж все ж тебе до копейки отдам. Вот как получишь, так и приходи. Федотыч, ну хоть маленькую, а? Не морочь мне голову. Погодите, давайте я заплачу. Да неудобно как-то, неудобно. Ничего, ничего. Но только у меня доллары. Пойдет? Пойдет. Пошли уже. Галина Петровна, а откуда перевод пришел? Давайте я посмотрю. Караваевка. А, так это ж Караваевка. Так мамка моя там жила в Караваевке. Святой человек, святой человек. Федотыч, тогда ты лабидон хватит, Федотыч! А, Ольга, скажите, а до Караваевки-даряко? Не очень. Полчаса на машине. А ваше чудо-машина, случайно на ходу? Ну, вообще-то это деду машина. Ну, вы проходите пока во двор. Я пойду спрошу у него. Вы пока проходите, присаживайтесь, а я сейчас с дедом поговорю. Угу. Спасибо. Глент, ты ничего не хочешь мне рассказать, а? Ты о чем? Ты пойми, если между нами будут тайны, я не смогу тебе помочь. Что произошло между тобой и Наташей? Серёж, я очень виновата перед ней. Очень виновата. Когда она появилась в нашем доме, мой радостный, полный любви и забот и мир, рухнул. Я до этого никогда не слышала, чтоб мои родители ругались. И тут папа ходил, злая мама. Каждый вечер плакала. Отец, очевидно, чувствовал какую-то вину перед Наташкой. Он посвящал ей всё своё свободное время. А мне казалось, что про меня забыли. Однажды Наташка вытащила у отца из кошелька деньги, но он её простил. Тогда я украла из сейфа крупную сумму. А он подумал, что это сделала Наташа. Я выгнала её из дома. И ты столько лет носил это в себя. Это всегда будет со мной. И я поломала жизнь сестре и ускорила смерть отца. Именно с того момента у него начались проблемы с сердцем. Да, ты совершил ошибку. Но ты же признала эту ошибку. Да и заплатила я за неё ты уже немало. А в том, что произошло бы сейчас, ты вообще не виновата. Ты не убивала мужа, не ворвала деньги пайщиков. Я не позволю посадить невиновную женщину. Спасибо, Федорович. Давай, давай, давай. Давай. Так вам машина нужна? Да. Сколько дадите? Стучи. Ну, чё греметь? От чего греметь? Вы Галина Петровна Траненко? Ну, я. И чё надо? Мы из полиции. Ищем вашу дочь. Она здесь? Наташка, что ли? Наташку. А я не помню, когда её ещё в последний раз видела. Так вы с ней не общаетесь совсем? А мамке деньги высылают. О, какая молодец, а. А откуда высылает? Галина Петровна, а вы не знаете? Сегодня из Караваевки прислала. Да. Ага. Спасибо вам, Галина Петровна. Вы нам очень помогли. Очень. А чё это все Наташку ищут? А кто это все? Галина Петровна, посмотрите внимательно. Может, вы их видели или знаете, ну? Не видела. Не видела и не знаю. Точно? Точно. Ну, вдруг вы их увидите? Вы мне позвоните. Угу. Все непри-ми-ми-ми-ми-ми-ни-же. Всего хорошего. Ага. Ай, вам не хворать. Я уверен, что наши беглецы направлялись именно сюда. И рано или поздно они здесь появятся. Если, конечно, наши коллеги их не перехватят. Ну, а нам что делать, товарищ майор? Торчать в этой глуши? Пашка, что тебе не нравится? Ну, смотри. Замечательный воздух, доброжелательно местное население. А как же Караваевка? Вот молодец, образил. Значит так, сейчас даем задание местной полиции ожидать Пусковой Филенко, а сами едем в Караваевку. И я уверен, что мы там встретим не только Трайненко. Угу. Ты проснулась. Доброе утро. Доброе. Ну что, документы готовы? Жду звонка. Хороший сегодня день. Может, пойдем скупнемся? Пойди. И утопись там, к чертовой матери, чтоб я тебя больше не видела. Ого. Что, стало не с твоей ноги? Ну, зря. Погода прекрасная, вид отличный. А воздух какой-то… Я предпочитаю воздух в Виргинских островов. И я бы его уже вдыхала, если бы кое-кто опять не накосячил. Где обещанные паспорта? Да будут. Не переживай. Там у художника какие-то проблемы нарисовали. Если бы ты затянул. Да мне плевать на его проблемы, Рома, а не тупи. Нам нужны документы. А где и как ты их достанешь, мне все равно. Ты не понимаешь, время работает против нас. Наташ, да чего ты? Ну чего ты? Ну успокойся. Что такое? Ну, все же хорошо. Но ты такая умничка. Так сейчас замечательно продумывал. И чего я тебя раньше, Ленки, не встретил? Ну… Да, мой пупсик. Все просто прекрасно. Ну? Но мне нужны паспорта. Сегодня. – Добрый день. – Здравствуйте. – Следователь Васильев. Мне нужно узнать, когда отправлялся перевод на новинки. Сейчас посмотрю. Привет, Танюш. А телеграммы не было? Не было, товарищ лейтенант. Понятно. Господи, его к нам недавно перевели. А жена не приезжает. Вот и мучается, бедный. А что там по поводу перевода? Смотрю. Нашла. Значит, перевод был отправлен позавчера в двенадцать тридцать пять. Вы оформляли? Нет. Катя, напарница моя. Я почту принимала. А она сейчас здесь? А что-то случилось? Да нет, все нормально. Я могу с ней поговорить. Ну, а она почту принимает? Ну, пожалуйста. Катя! С тобой следователь интересуется! Блин, еще застрянем тут, Рома. Да не каркай. Ты б еще на необитаемом острове встречу назначил. Да это не я. Это художник назначил. Светиться не хочет. Конспираторы. Насмотрится боевиков, а потом корчит из себя шпионов. Привез бы документы в аэропорт и все дела. Слушай, кто тебя заставлял со мной ехать? Осталось бы дома собирать вещи. Да? Чтоб ты опять все провалил? О, вот он. Все, я пошел. О, здоров. Привет. Чего так долго? Прости за задержку. С предпрессом вышла заминка, вот. Тегр, ретушь, все как надо. Да. Комар носа не подпочит. Хорошая работа. Как настоящая. В смысле? Шучу. Смешно. Все, давай. Держи. Я же говорил, что все будет окей. Окей? Ты должен был это сделать две недели назад, как только я приехала. Да успокойся уже. А не получается, Рома. Потому что я тебе поверила. Помчалась матери деньги отсылать. А должна была это сделать перед самым отъездом. А отъезд двинулся из-за кого? Наташа, да в чем проблема? Все, документы у нас. Через пару часов уже будем парить над океаном. А проблема в том, Рома, что полиция наверняка уже меня ищет. Думаешь, их не заинтересовало, куда это я пропала сразу после исчезновения денег со счетов компании? Не все такие тупые, как ты. Послушай, может, уже хватит меня оскорблять? В конце концов, это я тебе помог все это провернуть. Рома, ты мне только проблемы создавал. И сейчас из-за тебя нас могут повязать. Только из-за того, что ты раньше времени дал мне отмашку. Ну и что теперь? Убить меня за это? На, почитай. Что это? Лена, прости меня. Я не могу с этим больше жить. Ну и что это? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Васильев. Вы серьезно? А что вас так рассмешило, милая девушка? У вас в органах что, все следователи Васильевы, что ли? А с этого момента давайте поподробнее. Поехали. Поехали. Филенко и Ускова нас опередили. Блин. Представляешь, этот юрист-артист назвался моим именем. А вот у женщин сейчас просим. Добрый день. Добрый день. Мы девушку одну ищем. Рыжая, изящная, лет за тридцать Наташей зовут. Она где-то здесь дом снимает. Ты не знаешь? А я, кажется, знаю. Это соседка наша. Они с мужем недавно дом арендовали. Вот поедете прямо и свернете налево. У них адрес Абрикосовая 8. Ну там найдете. Спасибо. До свидания. До свидания. Черт. Дверь открыта. Лизеев! Наташ! Отошла от него, живо! Живо! Ты что наделала? Я? А что наделала ты? Когда пятнадцать лет назад сперла деньги у отца, а он на улицу вышвырнул меня. На выход. Во двор пошла живо. Наташ, успокойся. Давай поговорим. О чем мы с тобой поговорим? Но все же еще можно исправить, Наташ. Исправить? А ты знаешь способ, как вернуться в прошлое? Правильно, нет такого способа. А значит, ничего уже нельзя исправить. Это все-таки ты вывела деньги со счетов. И не одна, а с твоим очаровательным мужем. Кстати, это ведь мы с Ромчиком сняли этот дом, чтобы ему было где отсидеться, пока тебя осудят за его убийство. Правда, наш план дал осечку. Мы не ожидали, что появится принц на белом коне. Хотя теперь это уже не важно. А ты же поняла, что Рома все это время был жив? И где он сейчас? Сначала он был жив, потом ты его убила, потом он ожил, а потом снова умер. Судьба у него такая. То умирать, то воскресать. А теперь все. Кончено. Лимит жизни исчерпан. Зачем? Наташ, зачем? У тебя есть наследство отца. Я тебе давала все, что только возможно. Ты эти жалкие гроши называешь наследством? Ты действительно считаешь, что это достойная компенсация за мою искореженную жизнь? Нет, сестричка. Теперь мне нужно все. А знаешь почему? Потому что я умнее. Потому что я приручила тебя. Я соблазнила твоего мужа. Хотя это было не сложно. Я думаю, Рома всегда мечтал о ком-то погорячее. С мужчинами так нельзя, сестричка. Нельзя демонстрировать, что ты сильнее, умнее, талантливее. Ты правда умнее. Ты правда талантливее. Я знаю. Это я подменила стоматологическую карту Романа, уварив в кабинете. А потом мы с ним начали сводить тебя с ума. Признаюсь, это было весело. Зачем? Зачем, если вы просто хотели украсть деньги? Нет. Ты должна была умереть, сестренка. В стакане, который тебе дал Роман перед самой своей якобы смертью, содержалась смертельная концентрация препарата. Мне нужно было, чтобы каждый поверил в то, что ты на почве ревности сошла с ума, убила Романа и покончила жизнь самоубийством. А я бы стала законной наследницей. Но ты не умерла. Рома и здесь облажался. Поэтому не пришлось ждать, пока тебя выпустят из СИЗО, чтобы узнать, где ты хранишь свою электронную подпись и сделать копию. Ну, а потом уже было делом техники, чтобы перевести все деньги со счетов компании. Я правда думала, что у меня появилась сестра. А я решила закончить этот разговор. Нам-нам-нам-намного, все, что делает вам налажен. Уверху! Пустилия! А-намного! Игорь! А-намного! Серёжа. Ты живой? Живой. Чёрт, Рома, ты даже после смерти лажаешь. Просто же попросила найти нормальную лодку. Я же сказала, налить полный бак бензина. Да будь ты проклят, урод! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляйся к своему папочке, тварь! Траненко, руки вверх! Вместе с оружием! Товарищ майор! Что, Паш? Там Филенко в доме. И что? Он ранен. Я вызвал скорую, но может не дотянуть. Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Траненко Натальи Николаевны. Суд постановил признать её виновной по всем пунктам обвинения и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с содержанием в колонии строгого режима. А где Сергей? Ушёл. Как ушёл? Он же 3 дня прошел, но не наиск. Как из дня, как из реанимации. Так и врачи его уговаривали, он написал официальный отказ и ушел домой. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Вы не стесняйтесь, смотрите все. Вот студио, дальше туалетная комната, ванная комната. Простите, а Сергей, ваш жилец, он где? Так не жилец он больше. В смысле уехал? В срочном порядке. Правда, деньги наперед заплатил. Жалко все-таки, хороший квартирант был. А координаты свои, номер телефона, адрес, он что-нибудь оставил? К сожалению, нет. Но он забыл кое-какие вещи. Придет, забирайте или перезвонит, я скажу, чтобы он вам перезвонил. А как вас зовут? Меня зовут Лена, и будьте добры, передайте ему вот это, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Всего доброго. Здравствуй. Привет. Я очень рада тебя видеть. Спасибо. Мне очень приятно это слышать. Прости, я открыла дверь старым ключом, потому что звонок не работает. Присаживайся. Хозяина в доме нет? Варь. Серёжа. Исчез. В каком смысле? Из больницы исчез. С квартиры съехал. Ну, послушай, мало ли какие у него дела. Может, что-то срочное. Может, даже за границей. Ты умеешь утешить мачеха. Ты умеешь утешить мачеха. А зачем мне тебя утешать? Ты умная, красивая, талантливая. У тебя вся жизнь впереди. У тебя ещё будет такая любовь, о которой ты даже мечтать не могла. Да, наверное. Но так жалко, что он исчез. А что, это вино, которое мы с Колей привезли в прошлом году из Испании? Угу. Выпьем? Папе бы эта идея очень понравилась. За то, чтобы прошлое, которое оттерзало тебя столько лет, осталось позади. За твоё второе дыхание. Да. Елена Николаевна, всё готово. Можем ехать. Вероника Виктор Андреевич. Я не поеду. Елена Николаевна, ну как же так? Это же открытие объекта. Нас просто не поймут заказчики. А как же банкет? Я же старалась, я организовывала всё. Вероника, спасибо вам большое. Виктор Андреевич, я вас прошу, поздравьте, пожалуйста, наших партнёров от лица компании. Я поняла. Как в прошлый раз. Прошу. И всё-таки тортик я вам оставлю. Да. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok